всем доброе утро на сегодня на завтрак блинчики с творогом и еще какая-то ягода и конечно же чай ребят всем привет иду сейчас в офис за посылкой нам кстати раньше оставляли такие оранжевые бумажки и надо было ехать за посылками на почту прям в отделение а сейчас оставляют такие белые и там просто они оставляют посылку в офисе и это очень удобно не надо никуда ехать стоять очереди просто пришел в офис и забрал почему они раньше так не делали вообще не понимаю и не значит он кстати пришло наверное кати что-то да бумажку сейчас принесет как я думал это что-то для кати пакет и коробочка какая-то маленькая ребят хочу представить вам свою красавицу жену и катерина вообще мы сейчас едем за билетами в кино а что у меня дэдвиш блин я забыл как на русском называется это там жажда смерти перевели по русски так ну я почему-то боевик с выжились на вот позвали еще надевый до кино через несколько часов нам заранее купим билеты для всех чтобы чтобы были места билеты куплены вот так выглядят просто как чек сейчас хотим поехать в азиатский магазин нам надо купить всякие приправы для том к кокосовое молоко в общем чтобы готовить и китайские блюда мы приехали уже магазин меня очень сильно позабавила вот та надпись элитная китайская клиника окей так нам нужно кокосовое молоко обычно мы берем арой иди арой это по-тайски значит вроде вкусно правильно вроде них есть такая еще реклама там арой арой она кажется перед фильмом где-то было или еще где-то там какой-то рекламировали до магазинах и мы постоянно хотели и напивали ты сразу 4 берешь банки по себе самое главное чтобы у нее состав был без всяких дабы добавлите ли я хотел сказать просто вода и кокосовый экстракт фокус фокус друг мой вот здесь кокосовая экстракт ой кокосовый экстракт 60 процентов и вода и все и ничего лишнего никаких там е б ц м в г и в к там и прочего это уже готовый суп или то там там я дайте прям готова суп и чё он сказал такое такое не хочешь вот тонко попробовать я хотел такую готовить вкусняшку всегда тут можно кори взять да видишь и я такая блин а он интересно у нас есть потому что я не виду не замечал вот вот они да с половиной доллара стоит пашка завел меня в отдела со сладким хочет что-то взять что ты хочешь вафельки тут столько вкусов смотрите какао милк кокосовый кофейные ореховые малиновые ванильные лимонные тирамису темный шоколад ягодные шоколадные вот тирамису кстати прикольно наверное ухты смотри какие здесь киткаты мы вот такой ни разу не пробовали апельсиновый вот этот но про воли он очень вкусный был мама это плавали нет блин я хочу киткат я хочу я хочу попробовать вот эти чё-то такое это бы нет а вот этот попробовал хотел не я вот я бы хотела их попробовать но целую пачку давай смотрим еще разные орешки и мы в детстве часто ели вот такие вот это арахис такой кокосовый как бы оболочки очень вкусно было и давно уж такое не ели еще нам нравится горошек в васаби но он очень остро его ешь и прям плачешь тебе прям слезы да мне вот интересно что это такое черт как бы это головки черного чеснока почему это это вместе с орешками стоит это как бы люди вместо орешек едят нам вообще нравится такие отделы азиатские ходить рассматривать какие у них всякие снеки потому что всегда такое все интересное чаще всего вкусное зашли в отдел с лапшой хотим взять что-нибудь вот эту самую острую на свете не будем брать в этот раз ну потому что тут сколько пачки большая пачка наверно пять штук хотим просто взять себе по одной да ну смотри вот есть сырная вот что вот эти вот за лапши эти острые хочешь острую ты это вообще не хочешь я хочу просто лапшу какой-нибудь очень хочу чё к чему ты не будешь а я буду я вообще не знаю какую я кисоба я решил взять вот такую здесь написано что мед и сыр ничего не написано что она острая если честно не очень понравилась упаковка и вообще необычно лапша с медом как бы что в общем это мы попробуем на днях и поделимся впечатлениями поэтому тебе надо взять какую-то которую мы не пробовали нет ну ладно какой хочешь фруктики странные мандарины очень мне нравится что они с листиками потому что в американских магазинах обычных таких не встретишь о нектарин белый слива вашка конечно же пошел брать себе азиатскую грушу он очень их любит мы решили рискнуть и взять сливу такую большую желтую сливу ни разу не плавала обычная маленькая но на огородах растет потрогай потрогать есть в смысле ты да я думаю нормальная знаешь как и кстати она пахнет вкусно пахнет также как на огородах ну да но у тебя не знаю у тебя на огороде не росла слива я не росла но у соседей было до русскими мы возили соседям и меня все росло там приехали в холлфудс по стандартной схеме купим попкорн тут сразу на входит клубника вообще такая смотри огромная красивая прям с журналом на кстати она ничем не пахнет и вот это вся коробка я так понял стоит 19 долларов вот такая вот вот это пахнет так то да кис тут обычно можно сэмпл попробовать я вот хотел попробовать странный апельсин до сумма цитрус называется мы не знаю какой-то вносит и посмотри что это такое ты чувствуешь что внутри воздух какой-то странный очень выглядит куда-то пробовал как на вкус мы берем вот такой попкорн прошлый раз попробуй нам очень понравился сейчас идем домой переоденемся там вещи и пойдем кино классная погода вообще прям сегодня классно классно вот такие вот приправы я купила в азиатском магазине это для том яма для супчика а это такие диски это баттерчики а это кома чекен я вот в ресторане пробовала такое дома еще ни разу не готовила и тут очень удобно тут вот инструкция сзади и вообще я хотела другое купить я хотела для том как купить обычно я покупаю и еще хотел купить для шашлычков специальную приправу но ни того ни того не было к сожалению мы переоделись в спортивное потому что так удобнее всего ходить кино а ты кстати взял плед до ложка с рюкзаком водам с пледом он переодел кроссовки и спортивные штаны мне не знаю потому что в кино не знаю но надо очень ножи как-то по-домашнему просто у нас диван и лежачий и в джинсах неудобно будет как-то лежать но и некомфортно себя чувствуешь джинсах как будто ты как-то не так а в спортивных все свободно это как улег на расслабоне смотришь кино поп-корн я бы на самом деле вместо фильма сейчас бы пошла погулять такая классная погода давно уж такого не было потому что обычно ветер какой-то вообще бешеный вроде допустим температура такая же но ветер там холодный сегодня нормально но по-моему через пару дней опять похолодает на целых пять градусов будет не 24 а симона даже дождик передают дождь не люблю дождь в лас-вегасе это редкость я люблю поэтому дождик кстати в таиланде я обожала дождь особенно когда мы жили на горе и приходили тучи и просто вообще такая красота была а кто это такие знаете их это очень сосредоточенная надя профессионал мы уже подъехали кино вот вместе буквально мы уже дома и расскажу пару слов о фильме мне он понравился но я конечно не сказал что он прям мега супер классный но так посмотреть принципе можно и на самом деле не обязательно ходить на него в кино потому что нет никаких там супер мега спецэффектов можно и дома да для домашнего просмотра как бы сойдет и мне там вроде было вот там вроде как бы если грустные моменты и боевик но мне было весело когда-то все так умирали кровяка везде мозги вот брус виллис конечно все молодец в принципе нормальный фильм хочу приготовить нам на ужин просто курицу это у меня такая вот и риса варка и пара варка и я ни разу не пользоваться и не пользовалась ей как пароваркой сейчас попробую такая вот штука она там с дырочками надеюсь получится потому что потому что они написаны же сколько готовить на в принципе я думаю я пойму когда курица приготовится так что сейчас включу курица уже готова я сделала себе салатик здесь помидорки фета и ромейн салат такой салат кстати я попробовала курицу очень вкусная ну как бы нормальная обычно курица но вкуснее чем просто вареная паша тоже сварила брошки еще и салатиком еще сделала всем приятного аппетита ну конечно же он будет все есть соусом мне пришла посылочка это такая пиар рассылка для блогеров помните я говорила что я хочу попробовать что-нибудь из есту и мне пришла эта штука блин да классно это такая маска с огурцом в общем буду пробовать на днях либо может сейчас поплавать прикольно мне так нравится когда мне приходят какие-то бесплатные ништяки если кому-то интересно откуда мне пришла эта штука это сайта принми может быть меня смотрят девчонки тоже американские блогеры я сейчас в ванной смыла косметику как вы видите не хочу сейчас попробовать эту маску у меня такой странный необычный аппликатор такой вот как бы роллер он охлаждающий оттуда что-то влазит ооо ощущение кстати прикольное блин и знаете что мне нравится что не надо мрать руки прям очень круто только вот как вот на носу делать блин прикольно в общем я пошла мазать лицо все намазала лицо теперь надо подождать когда она застынет в общем такая вот глиняная маска как вы видите с огурцом и мицеллярной водой как я конечно я увижу сейчас какой-то результат вообще так смешно гляжу смотрите кто ко мне пришел она просто видишь по цвету подходит по цвету подходит поэтому я сидел она пахнет вкусно да она огуречная я похож на тетку из маски боже я хотел сказать вам по поводу вот этой штуки отзыв в общем бесполезная запчасть она вроде нагревается очень сильно и прям вот на секунду даже нельзя палец так вот прижать прям очень горячо но чай и кружку на вообще не нагревает как-то очень странно и я и пробовала несколько кружек плюс а еще кстати фишка в том что вот это вот сама диаметра не помещая диаметр маленький и она как бы очень не помещается туда и снизу вроде кружка чуть-чуть тепленько а чай все равно короче остывает но прям не то чтобы сильно холодным становится но такое уже знаете короче не комфортные температуры холодные в общем короче бесполезная штука не покупайте да я конечно еще раз попробую на еще одной кружки которая мне кажется может быть будет выдерживать беленькая тонкая которого языке из с пупырками горошек вот в горошке еще до хочу попробовать и если она не подойдет что отправлю эту запчасть на склад ладно ребят будем уже с вами на сегодня прощаться увидимся завтра и всем пока пока откуда это мне приходит на что такое фокус фокус и вот и а и Субтитры сделал DimaTorzok